Ребят, важная и полезная информация У вас с собой обязательно должна быть справка ПЦР Дальше, ребят, что важно? Виза За два билета Москва-Каир вместе с багажом мы заплатили анкета здоровья Там вам нужно будет оплатить получение визы 25 долларов на человека 20 гигабайт У вас будет 10 гигабайт на социальные сети и 10 гигабайт на все остальное. Они даже не поняли, что это такое. Показано, написано спутник А, ну понятно, идите. До свидания У нас отель, смотрим прямо, смотрите Пирамида Хеопса, Пирамида Хефрена, Пирамида Микерина Всем привет! Привет! Привет-привет, ребята! Мы так соскучились и начинается наше новое путешествие Посмотрите, куда. Нас ждут пирамиды, сфинкс, музеи Еще в Каире мы посетим Цитадель и, конечно же, мы побываем на Красном море в городе Шарм-эль-Шейхи. Все это у нас впереди, поэтому оставайтесь с нами и поехали! 8 часов 30 Из Владивостока мы сначала летели до Москвы, в дороге смотрели фильмы и даже удалось немножко поспать Ну а начинается наше путешествие, конечно же, в аэропорту Мы сейчас в аэропорту Домодедово, уже в Москве В 8 часов у нас с половиной был перелет из Владивостока до Москвы Два часа мы добирались до Домодедово, сейчас у нас стыковка около 4 часов Зарегистрируемся и вылетаем в Каире Ребят, важная и полезная информация На сегодняшний день, сегодня у нас 18 августа 2001 года Для того, чтобы попасть в ЕГИ У вас с собой обязательно должно быть справка ПЦР, сделанная за 72 часа до прибытия Либо сертификат вакцинации Спутник ВИП отходит Мы вакцинированы, распечатали с госуслуг наш сертификат И нам ПЦР сдавать не надо Что еще важно? У вас обязательно с собой должна быть страховка с покрытием коронавирусной инфекции Но она сейчас, в принципе, мне кажется, любая страховка покрывает коронавирус Если вы будете путешествовать с турагентством, с туроператором То у вас, скорее всего, страховка будет включена Если нет, мы путешествуем самостоятельно Если вы будете также путешествовать самостоятельно, не забудьте ее сделать Дальше, ребят, что важно? Виза Если вы полетите в Шарм-эль-Шейх И будете на Синайском полуострове И не планируете покидать Синайский полуостров То виза по прилету вам не нужна Вам в Шарм-эль-Шейхе Бахнут в паспорт Синайской печати На этом все Если вы планируете посещать пирамиды Гиза Например, как мы У нас главная цель нашего путешествия В первую очередь это пирамиды Пирамиды Мы уже предвкушаем встречу с ними И мы летим через Каир Мы специально и осознанно летим так А не напрямую через Шарм-эль-Шейх или Хургату То по прилету вам нужно будет оформить визу Делается она прямо в аэропорту Стоит 25 долларов на человека И также ее можно оформить онлайн заранее Подпишу вам вот здесь сайт, где это можно сделать И теперь немного подробнее остановлюсь на перелете И как вы знаете, совсем недавно, 6 лет спустя Наконец-то открыли прямое авиасовещение с Египом Если вы хотите поехать просто на Красное море Вам не интересен экскурсионный отдых Вам нужно просто купаться в море, загорать То вы можете спокойно прямым рейсом Либо в Кургату, либо в Шарм-эль-Шейх А полететь пока только из Москвы Но я надеюсь, что в ближайшее время Запустят рейсы и из других городов России Например, я знаю, что из Владивостока, из Хабаровска Получено разрешение на прямые авиаперелеты Когда не будут, ждем Надеюсь, что очень скоро Ну а если вы, как и мы, хотите в первую очередь В Египте увидеть пирамиды То я вам рекомендую лететь через Каир Потому что вы, конечно, можете из Шарм-эль-Шейха Взять экскурсию на 2 дня Или на 1 день На 1 день Или на 2 дня Но это, ребята, очень утомительно И, насколько я знаю, у меня знакомая летала Вы проведете 9 часов в пути туда Вы выезжать будете ночью, приедете рано утром Потом у вас целый день будет экскурсия в Каире И потом обратно также всю ночь будете ехать Если вы держите, то, пожалуйста, выбирайте такой способ Мы же летим сейчас Мы летим в Каир У нас в Каире будет 3 дня Мы хотим посмотреть пирамиды Гиза Съездите обязательно в музей И, возможно, если останется время, желание Потому что в Египте сейчас просто адовая жара То съездим в новый, недавно открывшийся музей Там, где лежат мумии Ну и вообще, все это у нас будет впереди Обязательно вам все покажем и расскажем А мы немножко тупим, тормозим Потому что я лично уже сплю У нас по-владивостокски уже почти ночь И я так уже хорошо засыпаю Поэтому сейчас полчасика у нас на то, чтобы взбодриться Идем регистрироваться на рейс Берем вас вместе с нами И погнали Так, ребят, все, зарегистрировались мы на рейс Летим мы перевозчиком Egypt Air Это национальный египетский авиаперевозчик Он летает из Домодедова Вылет у нас в 17.35 по московскому времени За два билета Это корона За два билета Москва-Каир Вместе с багажом мы заплатили Что-то около 27.000 рублей Обратно мы полетим из Шар-Мальшейха А из Каира до Шар-Мальшейха Мы будем также добираться на самолете Лететь всего час Можно еще добраться автобусом Автобус едет где-то 7-8 часов Но мы решили, что быстрее, проще, удобнее полететь на самолете Но это все будет через 2.30 дня Все обязательно вам покажем и расскажем А теперь мы погнали наверх Надеемся там найти нормальную кафешку Потому что здесь в зоне регистрации Только Бургер Кинг И все и так хочется окрошки Здесь почему-то не работает кондиционер Как-то очень душно, жарко Но настоящая жара и настоящее пекло нас ждет впереди Поэтому мы рано готовимся Все, мы погнали Увидимся с вами, наверное, уже в самолете Покажем вам Потому что мы летим впервые Я не знаю, какой сервис у египетских авиалиний Народу, кстати, смотрите На регистрации совсем немного То ли мы так рано, то ли мы так поздно Но посмотрим, сколько людей будет в самолете Так, обещали показать вам самолет Вот салон самолета Egypt Air Странная рассадка 2.3 Первый раз такую рассадку встречаю Это Airbus A220-300 Телевизоров нет, но есть USB-выход То есть можно зарядиться И написано, что есть Wi-Fi на борту То есть, скорее всего, мультимедийная система Как в OS7 Так вот, пока он говорил Хотела вам это рассказать Самолет полный И при посадке в самолет И, соответственно, здесь будут проводники Спрашивают ПЦР-тест Либо справку о вакцинации Также справку о вакцинации Либо ПЦР-тесте Спрашивали при регистрации на рейс На слойке регистрации В аэропорту Север Регистрация очень быстрая Знаю, что писали Даже по новостям показали О том, что на рейсе Шармышейх Которые только открылись Рекомендовали приезжать заранее Потому что очень тщательно Досматривать багаж на рейсах Пока их никакого не занять Все пошло очень быстро Лететь нам 4,5 часа И по прилету обязательно В самолете выдадут Декларацию здоровья Нужно будет заполнить И на визу На визу, по-моему, просто подаете Паспорта, деньги Обо всем об этом расскажем Увидимся с вами уже Скорее всего в Таиле При полете вам выдадут Анкету, анкета здоровья И что-то наподобие декларации Вопросы стандартные Номер паспорта, дата рождения и так далее Заполните при полете Либо если вам такую штуку не дали Они будут лежать на стойках регистрации Вот такой обед на выбор предлагают Курица или повязина Макароны Салат из овощей Сок Две небольшие шоколадки Булочка, водичка, масло Лететь нам всего 4,5 часа Первый раз в небе видим встречный самолет Это как в весне И наши самолеты в небе разминутся Ну что, приветики, здравствуй Гибель, привет Кави Вот мы и добрались Долетели хорошо В самолете было холодно Кормили вкусно вкуснее, чем в аэрофлоте И что я вам хочу сказать важного и полезного На выходе никаких помогает Там никто денег не требует Все просто бесплатно направляют куда что Получается вам нужно в банке оплатить Ну банк условно Написано банк Там еще можно поменять валюту все-таки По невыгодному курсу Ну в общем там вам нужно будет оплатить Получение бизы 25 долларов на человека И потом с вот этим клеточком Которые вам дадут на иммиграционный контроль Мы прошли это очень быстро Очереди не было Бах-бах Сейчас ждем получения багажа Один банкомат мы уже встретили Но не стали там снимать деньги Потому что я думаю надо выйти из зоны вылета Может быть там ПВГ не будет Вот за мной стоит стойка эти салат Интернет там 20 гигабайт Египтик Кстати особенность ребят У них не 20 гигабайт как таковых А 10 и 10 Ну вот например если вы покупаете 20 гигабайт У вас будет 10 гигабайт на социальные сети И 10 гигабайт на все остальное Если у вас например будет тариф 10 гигабайт вы купите Соответственно 5 гигабайт и 5 гигабайт Так вот здесь 20 гигабайт стоит 185 египетских пунктов Что подобнее было считать умножайте на 5 У нас заказан трансфер из отеля Стоимость 25 долларов Правда сейчас уже время 40 минут Я не знаю дождется у нас или нет Если не увидим мы должны выйти И у нас табличка от отеля Должен стоять представитель Если нет то будем отсюда заказывать такси В Каире работает Убер Но обязательно должен быть интернет И про Убер мы вам расскажем уже подробнее потом В общем ждем багажа По прохождению вот этих всех формальностей Могу сказать что абсолютно ничего сложного Все как везде ПЦР смотрят Они даже вот честно вам скажу Они даже не поняли мы дали свои сертификаты от госуслуг Никто там никакие qr-коды не смотрел Они даже не поняли что это такое Показываем написано спутник и А ну понятно идите до свидания А то все спрашивают ПЦР, ПЦР Никто там ничего не проверяет Прям так досконально Все быстрее быстрее и пошли Вот как-то так Если вопросы остались Пишите Расскажем Может быть о чем-то важном Забыли Или упустили Просто мы Видите наше состояние Мы уже спим В самолете кстати удалось поспать Но единственное что было холодно Поэтому имейте ввиду с собой Захватите вот Что-нибудь из теплых вещей Ребят нашли стойку Водафона Получается напротив Получение багажа Напротив это салат Смотрите вот такие расценки Вот такие есть тарифы Ставьте на паузу Смотрите Можно оплатить безналом Можно оплатить долларами Можно оплатить фунтами В фунтах умножайте на 5 Сегодняшний день скоро закончится Ребят Мы тут решили включиться Рассказать вам А в общем мы вышли Искали-искали трансфер И не нашли Решили поехать на Упере Подключили сигнал Заказали Упер Упер там машины Несколько машин Прямо стоят на парковке Сразу видно От отеля Ой вернее От аэропорта До нашего отеля В Угизе Стоимость поездки На Упере 286 фунтов Умножайте на 5 Трансфер от отеля У нас стоил В 20 метров Из отеля написали Что нас Там стоят Ждут Но мы действительно Искали Не увидели Потому что Договаривались Что у нас будет Вся человек Ждать с табличкой Энджикт Энджикт Перемься Ну Никого не было Вот И какие первые впечатления Несмотря на то Что мы уже в целом Спим Но вот сейчас Мы едем И Можно даже сказать Что красиво Пока Того ужаса Который мы Видели в интернете Ибо нет Все красиво Сверкает Подсвечивается И Сейчас Очень комфортная Температура Я понимаю Что завтра Будет днем Просто адская жара Но вот сейчас Вполне Очень даже Лето Как у нас Вот Ну наверное Сейчас мы действительно Отключаемся И увидимся С вами уже Завтра В отеле Мы еще совсем Не в центре А вот в центре Если будет тот Знаменитый Египетский трафик Я подключусь Покажу вам Где Правил дорожного Движения В принципе Не существует И наверное На весь Каир По пальцам Сосчитать Количество Светофоров Ребят Ну наш день Сегодняшний Наверное Не закончится Мы уже в отеле И я смотрю Я смотрю Сейчас Блин Я пока вижу Силуэты Конечно Мои эмоции Немножко Я просто смотрю Еще не могу поверить Своим глазам Вижу вот эти Треугольнички Сейчас разверну камеру И Видите А вот здесь Где-то Где-то Вот Вот здесь Сфинкс И Конечно Завтра мы Это все Увидим При дневном Свете Здесь кстати звезды у нас отель смотрим прямо смотрите пирамида хеопса пирамида хефрена пирамидами кирина и прямо по курсу сфинкс мы присели вот в таком ресторанчике у нас в отеле сейчас что-нибудь выпьем освежимся я пойдем спать но вообще хочу сказать вам сейчас время 12 самый-самый движ городе мы проезжали все рестораны работают дети гуляют молодежь гуляет люди гуляют потому что днем здесь невыносимо жарко днем все прячутся по домам под кондишкой а вот вечером жара спадает и я бы даже сказала что знаете ветерочек такой чуть-чуть бодряще то есть зимой здесь прям конкретно все ребят давайте это уже точно до завтра у нас был забронирован номер делюкс с балконом с шикарным видом на сфинкс и на все пирамиды но нам сказали что он сори ваш номер занят и пожалуйста подождите до 7 утра благодаря этому виду этому отеле можно простить что угодно посмотрите юрий уже впаривают шляпу называется египетский развод в действии за появились на все только что можно вестись ну да ладно а так наша трудяшка лошадка нас везет но это одна из самых лучших точек для фотографирования видно все абсолютно все пирамиды этому сооружению ребята четыре с половиной тысячи лет и